Ежегодные премии губернатора Московской области присуждаются за уже реализованные или реализуемые в настоящий момент социально значимые проекты, направленные на развитие Подмосковья. За четыре года участниками премии «Наши Подмосковья» стали более 45 тысяч человек. В этом году призовой фонд составит 180 миллионов рублей. Эксперты выберут три тысячи победителей в десяти номинациях. Молодежь Московской области в движении «Доброе сердце», «Прогород», «Зеленый регион», «Культ просвет», «Связь времен», «Наследники Победы», «Больше чем профессия» и «Гражданская инициатива». В некоторых номинациях есть свои новшества. Первое новшество – это в номинации молодежи Московской области три специальных приза за проекты, направленные на создание молодежных информационных агентств. Это связано и с поручением губернатора по итогам встречи с блогерами, молодыми журналистами. В номинации «Доброе сердце» тоже дополнительный спецприз – это меценат года для людям, оказывающих благотворительную спонсорскую деятельность, помогающие, вкладывающие свои деньги в общественные проекты. В номинации «Культ просвет» – это связано с годом кино. У нас шесть специальных призов. Это посвящены году российского кино, я сказала, для создания короткометражных документальных и анимационных художественных фильмов, посвященных Московской области. На данный момент больше всего заявок в номинации «Больше, чем профессия». Среди муниципалитетов по количеству заявленных проектов в лидерах Химки, Люберецкий и Одинцовский районы закрывает десятку городской округ Подольск. Прием заявок на губернаторскую премию «Наши Подмосковья» заканчивается 31 июля. С 1 августа по 31 октября члены экспертного совета приступят к оценке проектов. Наталья Артемова, Михаил Жучков, День города.